Друзья, приветствую вас всех на своем эфире. Меня зовут Виталия и тема нашего сегодняшнего занятия это приготовление зефира и мы из зефира будем с вами делать цветы и оформлять бисквитный рулет. Кому будет интересно, оставайтесь. Будем работать, будем учиться. Для тех, кто никогда в жизни не сталкивался с зефиром, с зефирной массой и его приготовлением, добро пожаловать. Если вы будете слушать внимательно все рекомендации, которые я озвучиваю в эфире, у вас обязательно все получится. Эфир будет для новичков. Будем работать ручным, самым-самым обычным миксером для того, чтобы вы убедились, чтобы создавать цветы не нужен для начала дорогой планетарный миксер. Когда вы уже научитесь, когда вы начнете работать на заказ, тогда можете уже смело работать на планетарном миксере, потому что он, конечно же, незаменимый наш помощник. Прежде чем начать, я представлюсь. Меня зовут Виталия. Кто еще со мной не знаком, не бывал на моей страничке, заходите, смотрите. Я обучаю кремово-зефирное, также пряничные флористики. У меня на страничке все в цветах. В цветах из крема, в цветах из зефира, в цветах из пряников. Поэтому, кому будет интересен этот волшебный мир цветочной съедобной флористики, добро пожаловать. Будем работать. Там вы найдете на моих страничках, во всех моих соцсетях очень много обучающих эфиров, как по кремовой, так и по зефирной и по пряничной флористике. В описании под видео вы найдете рабочие рецептуры, по которым вы можете работать, учиться и создавать свои первые в жизни цветы. Сейчас я переведу камеру уже на рабочую поверхность. Мы сразу с вами приступим к работе и начнем осваивать технологию приготовления заварного зефира. Добрый день, добрый день, девочки, все, кто присоединяется. Всех рада видеть на своем эфире. Присоединяйтесь, пожалуйста. И сейчас сразу мы с вами приступаем к работе и будем учиться создавать цветочки. Но в первую очередь, конечно же, мы с вами их приготовим массу для цветов. Я немножко здесь понастраиваю, немножко такого технического момента. Я прикреплю ссылочку на свою страничку, чтобы все понимали. Буквально пару часов назад завершился эфир по клубничному зефиру и зефирным рожкам. Вот такая вот у нас сирень на эфире получилась. Поэтому, кому будет интересно, эфиры находятся у меня на страничке в Инстаграм и в моем сообществе ВКонтакте. Поэтому, кто захочет создавать вот такие вот рожки для своих деток, для своих родных и близких, а возможно еще и работать на заказ, делать на кандибары такие рожки, добро пожаловать. Там все очень подробно рассказала. А кто хочет научиться делать очень-очень вкусные зефирные рожки Snickers, добро пожаловать. Пишите мне, я всем выдаю подарки. Пишите мне кодовое слово Snickers в личное сообщение, не в комментариях, а именно в личное сообщение. Ссылки только что я прикрепила на свою страничку. И я вам в ответ отправлю эти подарки. Все, что вы видите перед собой, это букет у нас из зефирных цветов. В принципе, этим я и занимаюсь, этому я и обучаюсь. Кто захочет присоединиться, добро пожаловать. Будем осваивать волшебный мир цветов вместе. В самом эфире я озвучу вам промокод на скидку. Вы сможете присоединиться к обучению по скидке. Всем дам подарочек. Сейчас мы приступаем с вами уже к приготовлению зефирной массы. Весь процесс у нас сегодня будет делиться на два этапа. В первую очередь нам необходимо что сделать? Это взбить меренгу. Меренга это белок плюс сахар, плюс лимонная кислота и ванилин. И в следующий момент нам необходимо сварить сироп. Чтобы не тратить время, изначально я поставлю варить сироп. А далее мы уже займемся приготовлением меренги. Что мы делаем? Берем сотейник с толстым дном. Это очень важный пункт, чтобы у нас агар не прилипал, не прикипал к стенкам посуды. Должна быть обязательно толстостенная посуда. Либо это кастрюлька, либо же сотейник. Очень удобно в таком сотейничке работать с ручкой, если вы на будущее будете заниматься зефиром. И добавляем туда холодную воду. И даже добавляем жирирующее наше вещество под названием агар. Ничем агар в процессе приготовления зефирной массы заменить нельзя. Ни пектинами, ни желатинами. Даже не спрашивайте. Ищите. Найти его можно сейчас уже в самых ближайших магазинах. Поэтому трудностей с этим нет. Далее добавляю сразу же сюда яблочное пюре. По возможности выбирайте яблоки самых кислых сортов. Там много пектина. И если не найдете, да, это Семиренко, Антоновка. Если не найдете, то можно работать на Грэнни Смит. Они, в принципе, круглый год продаются во всех супермаркетах. Поэтому сложностей с этим нет. Приобретайте, запекайте их при температуре 120, точнее 180 градусов. И далее уже можно пробивать потом будет блендером. И далее вы сможете в дальнейшем либо протирать через мелкое сито, либо нет. Выбирайте сами. Если будете работать достаточно узкими насадками, то лучше, конечно же, потом протирать через сито пюре. Если просто для завитков, да, обычных, либо же вы знаете, что будете работать крупными насадками, в принципе, можно не протирать через сито. Я за натуральность и всегда эту кожуру оставляю. Ставим варить наш сиропчик на плиту. Далее нам необходимо довести его до кипения. И будем засекать, будем варить по времени. Кто уже уверен в своем, скажем так, термометре, если он у вас есть, да, градусник, то вы можете варить сиропчик до температуры 104 градуса. У кого нет, мы будем готовить с вами по градуснику с момента закипания. Как только наш сироп закипит, приблизительно 5-5,5 минут этого будет достаточно. Дальше. Следующий момент. Нам необходимо что сделать? Конечно же, взбивать меренгу. Меренгу мы будем взбивать самым обычным ручным миксером, как я сказала. Для этого нам понадобится сухая, чистая, обезжиренная емкость. Это очень важный пункт, куда мы вливаем белок. Так как я буду взбивать маленькое достаточно количество белка, я выбираю емкость соответствующего размера. Никакая небольшая, потому что в большой емкости такое маленькое количество просто-напросто не взобьется. Тоже это имейте в виду. Что мы делаем? Первые где-то 30-40 секунд мы взбиваем на самой медленной скорости миксера, для того, чтобы обогатить наши белки равномерными пузырьками воздуха. После того, как у нас такая консистенция, еще называют ее мыльной пенки, либо пивной пены, достигнет наш белок, мы будем всыпать туда частями сахар. Сахар с лимонной кислотой и ванилином. Лимонная кислота обязательно. Во-первых, она у нас работает как на вкусовые качества, а также придает стабильности нашей меренге. После того, как мы раскрутили спиралевидное соединение у нашего белка, и у нас появляется вот такая пыльная, точнее мыльная пивная пена, мы начинаем в три этапа всыпать туда лимонную кислоту плюс сахар. Далее включаю на всю мощность миксера. Буду я следить за двумя процессами одновременно, то есть и за варкой сиропа, и за приготовлением меренги. Поэтому, кто будет работать ручным миксером, смело повторяйте, и у вас обязательно все получится. Рецепт будет у вас в описании под видео, чтобы все смогли приготовить и, конечно же, порадовать своих родных и близких натуральными продуктами. Я постоянно помешиваю сиропчик, он у меня уже практически доходит до кипения. Сейчас буду активно за ним следить и засекать время варки. В основном эти два процесса у нас должны происходить одновременно, то есть у нас должна меренга взбиться одновременно и одновременно свариться сироп. Но если вдруг произойдет так, что сироп сварился раньше, а меренга не готова, вы просто его отставляете в сторону. Но лучше готовить так, чтобы у вас меренга не ждала в дальнейшем сироп. Понимаете, да? Меренги нельзя долго ждать. Почему? Потому что она может со временем оседать. У нас появляются первые бульки на поверхности нашего сиропа. И сейчас можно уже засекать время. Включаю сразу саню. И будем варить наш сиропчик с момента закипания 5-5,5 минут я варю. Вот так вот равномерными пузырьками покрывается наш сироп. Далее я уменьшаю мощность нагрева чуть ниже среднего и продолжаю уваривать сироп. Всем добрый день, девочки, кто присоединяется. Девочки и мальчики, всех рада видеть на своем эфире. Напишите, пожалуйста, готовите ли вы вообще зефир, знакомы ли вы вообще с цветами, любите ли вы работать с зефирной массой. Напишите, пожалуйста, мне очень интересно, кто у нас здесь собрался на эфире. Смотрите, белки очень активно и хорошо у нас подбиваются. Я всыпаю третью часть сахара, что у меня идет по рецептуре. И активно, постоянно мешаю сироп, чтобы он у меня не подгорел. У агара есть свойство схватываться на дне, на стенках. Поэтому самый такой важный помощник у вас либо же ложка, либо силиконовая лопатка, чем вы можете помешивать. Так, только два раза делала зефир, но ничего. Пробуйте еще, если вам нравится. Если вам нравится, то у вас обязательно все получится. Самое главное желание. Если попробовать сделать цветы, они получаются, эти процессы действительно затягиваются. И невозможно потом остановиться, скажем так. Да, мне нравится делать зефир, но он не всегда получается. Ну, смотрите, при приготовлении зефира главное соблюдать три правила. Это чистая, сухая, обезжиренная поверхность, емкость, в которой мы взбиваем. Правильно взбить белки, правильно сварить сироп, правильно ввести сироп в меренгу и взбить ее до плотного, пышного состояния. И самый главный момент, конечно же, работать с горячей зефирной массой. Рабочая температура 50-55 градусов, но зефиром нужно работать очень быстро. Если вы совсем-совсем новичок и никогда не делали, допустим, зефирные цветы, а вам очень хочется, и вы приготовили зефирную массу, и, естественно, разочаровались. Почему? Потому что масса застывает очень быстро, а вы не успеваете ничего делать. Поэтому для новичков я, конечно же, рекомендую работать изначально на белково-заварном креме. Почему на белково-заварном креме? Потому что он максимально похож по текстуре на зефирную массу. Когда вы научитесь делать цветы из крема, вы потом смело можете хоть с закрытыми глазами повторить этот цветок уже из зефирной массы. Это очень-очень важно. Не схватайтесь изначально за все сразу. Если у вас изначально стоит цель научиться делать зефир, то вы делаете зефирную массу и отсаживаете завитки быстро-быстро, чтобы она прям горячая была. Если у вас цель научиться делать цветы, то вы только практикуетесь изначально из крема и только потом переходите уже на зефирную массу. А потом уже по чуть-чуть будете оставлять себе массы в мешочке приблизительно на 2-3 цветочка. И таким образом вы будете все успевать, чтобы не было потом никаких разочарований. Да, нюансов при приготовлении зефирной массы очень много. Даже иногда работаешь по одному и тому же рецепту, а получается совершенно разный результат. Это, конечно же, химия процессов от всего, да, зависит. Это и от свежести продуктов, и от продуктов, которые мы выбрали и так далее. Да, очень любим зефир, учусь, тренируюсь на родных и близких. Все верно, пока мы научимся делать цветы, у нас зефира в основном наедаются все, все окружающие, все родные и близкие. Это норма, поэтому пока вы учитесь, вы можете смело научиться делать хотя бы завитки, продавать их. И в коробочках красивых, разных вкусов, и то же самое, можно из завитков даже красиво формировать зефирные букеты, которые можно выставлять на продажу. Ну, а если вы совсем-совсем новичок, то чуть-чуть, постепенно, не хватайтесь за все сразу, а на 2-3 цветочка отрабатывайте в день, и таким образом вы быстрее всего научитесь. Я сейчас остановлюсь, покажу вам, какая у нас плотность получается у нашей меренги. Вроде бы все увеличилось в объеме, да, все хорошо держит, и форма хорошо держится, но это еще не все. А как понять, сбита наша меренга или нет, мы сейчас увидим, как у меня работает венчик по кругу, и он начнет, вся меренга практически начнет наматываться в одном месте, то есть на самом венчике образовываться пустоты, такие карманы, скажем так, еще их называют, по краям. Это очень важный пункт для тех, кто будет делать зефир, на это нужно обращать больше всего внимания. Сейчас буквально еще несколько секунд, и произойдет вот этот вот момент, следите внимательно за этим, смотрите. И сейчас масса уже и так начала очень хорошо уплотняться, сейчас еще больше уплотнится, и начнет уже наматываться на венчике в одном месте. Вот этот процесс вот нельзя ни с чем перепутать, это значит, что масса у нас достаточно плотная, у нас образуются пещерки, пустоты во время взбивания, мы видим дно, это очень важный пункт, когда мы хотим получить правильную меренгу. Сироп у меня тоже самое уже сварился, посмотрите, какой он у меня по густоте, вот такая консистенция у него получается. И сейчас я перемешиваю все, и будем тонкой струйкой вливать во взбивающуюся меренгу. Меренгу на самой высокой скорости миксера тонкой, тонкой струйкой, стараюсь вливать таким образом, чтобы у меня не попадал сироп на сами венчики. И потихонечку тонкой струйкой вливаю. Очень важно, когда вы будете работать по заварной технологии, не вливайте слишком быстро сироп, потому что есть большая вероятность, что масса поплывет. Поплывет от большого количества сиропа. В сиропе у нас большое количество сахара, пюре, которое варилось все вместе. И поэтому здесь нужно соблюдать вот эту вот всю пропорцию. Как только мы видим, что у нас масса забирает, и она достаточно плотная и пышная, все количество сиропа, мы продолжаем вливать дальше. Посмотрите, как увеличилась масса уже в объеме. Какие у нас пышные облачка получаются уже. И сейчас мы будем добиваться того момента, пока у нас не намотается наша зефирная масса на венчике. Самое главное, собираем все с стенок и с дна. Это очень важно. Видим, что сироп недостаточно такой прям жидкий. Все из него не выливается. А то большое количество, что собирается у нас на стенках и на дне, это все будет отвечать за качество нашего зефира в дальнейшем, когда он начнет у нас созревать. Смотрите, после вливания сиропа, невозможно сказать точно по времени, сколько нам его вливать, точнее взбивать. Мы ориентируемся только на свой миксер. Мощность миксеров у каждого разная. Поэтому мы взбиваем сколько нужно до тех пор, пока масса у нас не уплотнится и не намотается на венчик. И мы точно так же увидим карманы в процессе взбивания, такие пустоты, точно так же, как я вам показала и с самой меренгой, когда мы взбивали белок с сахаром. Масса очень плотная уже получается. Все больше и больше она начинает уже уплотняться. Уже чувствуется, что тяжеловато работать. И еще буквально несколько секундочек и произойдет у нас тот волшебный момент, когда у нас масса зефирная будет уже готова. Пышная, правильная и с соблюдением всех технологических процессов в процессе приготовления. Уже активно начинает наматываться постоянно на венчик. Мы сейчас из большого количества массы сделаем завитки, остальная масса у нас уйдет вся на приготовление цветов. Вот они, пустоты начинают постоянно, постепенно образовываться. И мы видим, как масса начинает наматываться на венчик. Мы отчетливо видим дно в деже. Вот такая вот плотная пышная масса получается у нас, несмотря на то, что мы работаем с самым обычным ручным миксером. Поэтому, если у вас нет и планетарного, и если вас что-то вообще останавливает, смело работайте. Даже ручным миксером вы для своей семьи наделаете достаточное количество зефира, вкусного, натурального, самое главное, не магазинной химии. И порадуйте своих родных и близких. Теперь мы начинаем работать с зефирной массой очень быстро. Застывает, стабилизируется она уже при 40 градусах. Стараемся сразу после приготовления собрать все в единый комочек, потому что на стенках начинает стабилизация быстрее всего. Я сейчас с помощью вот такой вот насадки, большая звезда у меня такая есть, я сейчас отсажу завитки. В массу добавляю сублимированный йогурт от фирмы Натива Кондитер. Это натуральные добавки, которые сделаны из натуральных только продуктов. Это сублимированный высушенный йогурт и плюс ягоды. У меня здесь вишня, плюс на зефирной сирене, которую я вам показывала, эфир только что завершился, я добавляла клубнику. Неимоверно вкусно, придает нашему зефиру неповторимый сливочный вкус и, конечно же, вишневый аромат. Плюс можно этим сублимированным йогуртом посыпать готовые уже зефирки. Дальше я убираю нашу зефирную массу. Из этого количества сейчас делаем завитки и оставлю немножко массы на оформление рулета. Закручиваем хорошо мешок. Самое главное, чтобы у нас было хорошее давление для того, чтобы отсаживать нам завитки где-то в два завитка. Вот таких вот я делаю обычно. Дальше, когда у нас зефирчик уже стабилизируется, точнее созреет, не меньше, чем 24 часов ему давать. Хотя по заварной технологии намного быстрее происходит процесс созревания. А, и плюс забыла вам сказать, что если мы добавляем сублимированный йогурт в саму зефирную массу, она у нас вытягивает всю лишнюю влагу. Особенно это подойдет для тех, кто живет у нас во влажных регионах, либо, например, использовать при приготовлении зефира, именно когда, скажем так, затяжные дожди, дождливая погода. Вот это вот самый такой важный пункт. Дальше, следующее, что мне нужно было сделать, это оформить наш рулет. Рулет я сейчас буду полностью весь оформлять белым цветом. Для этого мне понадобится насадка. Насадка прямой лепесток, любая, вот любая насадка, которая у вас есть, она нам подойдет. Какая-то насадочка может быть? Во-первых, это насадка, прямой лепесток 127, можно, я сейчас буду работать большой насадочкой, это насадка у меня 201, размер выходного отверстия 3,5 сантиметра. Перекладываю сюда в дефирную массу и начинаю отсаживать основки, то есть покрывать весь рулет именно вот этим вот дефирчиком. Можно оформлять разными оттенками, понимаете, если вы будете там, допустим, вишневый готовить, можно вишневый, белый он самый такой оптимальный, скажем так, вариант, чтобы получилось у нас белое основание, куда мы можем потом, в принципе, цветочки наделать. Смотрите, у пяточки есть пяточка, есть носик, пяточка это широкая часть насадки, я ее ставлю вот таким образом вниз, правая рука у меня сильно давит на мешок, я выдавливаю и начинаю покрывать рулет. Это у меня рулет Рафаэлло, очень-очень вкусненький, вот, и для чего нам покрывать вообще рулеты, для того, чтобы они, во-первых, у нас не заветривались, во-вторых, конечно же, это придание вкуса. Вот такими вот движениями, очень быстро у нас получается, мы декорируем наш рулет с помощью зефирной массы. Самое главное, это сильно-сильно прям хорошо-хорошо давить в мешок, и у нас получается вот такая вот основа. Именно, что у меня зефирной массы не хватило, но это не то страшно, я потом его задекорирую уже с другой стороны. Сейчас выдавлю прямо с насадки потихонечку, чтобы это равномерно все было. Насадка большая, и большая часть зефирной массы, она просто не выдавливается в таких больших насадках. Так, следующее, остальную зефирную массу я перемешиваю, перекладываю в мешок с насадкой уже меньшего размера. Эта насадочка у меня прямой лепесток 127, размер выходного отверстия 2 сантиметра. И сейчас я даже не буду окрашивать ничем массу, мы поработаем с белыми цветочками и окрасим уже красителями-распылителями. Кстати, по моему промо-коду, вот эти вот сублимированный натуральный зоогурт, вы можете приобрести со скидкой в 1000 рублей на сайте Nativa Conditer. Ссылочку на сайт производителя я вам скину всем в личку, кто сделает запрос. Плюс, по моему промо-коду, вы можете приобрести все натуральные водорастворимые, жирорастворимые красители со скидкой в 20%. Они отлично подходят для тех, кто работает именно с кремовыми цветами, либо зефирными. Очень яркие, насыщенные оттенки дает. Поэтому, кто заинтересуется, пишите, и для вас будет скидочка. Работаем сейчас с насадочкой номер прямой лепесток. Это насадка номер 127. У нее есть пяточка, вот она находится внизу, это широкая часть насадки. И у нее есть носик, носик узкий. Если вы вдруг приобрели свои насадки, и они достаточно у вас широкие, их нужно обязательно дорабатывать. В основном они приходят, мы их покупаем широкие. Нужно обязательно дорабатывать, чтобы они были максимально, выдавали нам реалистичные лепесточки. Так как я правша, я перекладываю мешок в правую руку и вокруг, скажем так, закручиваю для того, чтобы было давление, пошла зефирная масса к насадке. И вокруг большого пальца закручиваю вот этот вот хвост. Заранее уже у нас нарезан пергамент, заранее у нас есть все необходимое для работы, обязательно это влажные салфетки, либо полотенца, обо что мы будем вытирать насадку. И приступаем. Левая рука у нас крутит гвоздик, правая давит на мешок, и мы отсаживаем нашу зефирную массу. Сейчас сделаем такие пиановидные маленькие розочки. Почему маленькие? Потому что для зефирного рулета, для такого, ну не слишком хорошо будут смотреться именно большие цветы. Еще и в том плане, что там все будут закрываться самой коробочкой прозрачной, чтобы у нас ничего не смазалось, чтобы все было максимально красиво. У нас такого среднего размерчика цветочки будут. Пяточка насадки находится, это толстая часть насадки внизу, носик находится у нас вверху. И я начинаю создавать вот такими вот короткими движениями, посмотрите, плавно, не спеша, вот такие вот лепесточки. Видно, да, что от того, что я добавила сублимированный йогурт, вишню, у меня немножко масса такого розового цвета стала. Правая рука давит на мешок, левая крутит гвоздик, левой рукой поворачиваем, направляем точнее движение, где нам нужно отсадить еще потом лепесточков. То есть лепесточков этой розы Остина может быть большое количество. Можно работать движениями от себя, а можно работать движениями на себя. То есть и вот таким вот образом еще накручивать, закрывать вот эти вот все лепесточки, показывать, что наша розочка вот такая вот пышная и у нее начинают раскрываться лепесточки. Ставим всегда там, где нам нужно прицепить лепесток. Вот, допустим, я вижу вот здесь вот пусто, да. Я ставлю всегда пяточку в этом месте и начинаю накручивать этих лепесточков. Сколько, сколько я захочу. Здесь нету каких-то четких, определенных последовательностей, какой-то инструкции, сколько должно быть лепестков. Это природа. Все цветы абсолютно разные. Все цветы абсолютно разных размеров. И они все не одинаковой формы, если вы заметите, да. Вот, на этом этапе я остановлюсь. Первый цветочек снимаю и продолжаем заниматься другими. Обязательно насадочку протираем, чтобы она была у нас чистенькая. И сейчас переставлю насадку в другую насчетку. Слишком много отрезала, у меня начинает насадка от давления выходить уже. Вот, следующее, что я делаю, это протираю насадочку, чтобы она была чистенькая. И далее продолжаем работать. Точно так же пяточка насадки у нас внизу, носик у нас сверху. Приклеиваем гвоздик. Как сделать самодельный гвоздик, если вы совсем-совсем еще новичок, и у вас нет никаких специальных инструментов, можете посмотреть у меня на любой моей страничке в соцсетях, это в инстаграме, в телеграме и вконтакте, есть видео урок по кремовой флористике. Так вот, именно в уроке по кремовой флористике я очень подробно останавливаюсь, показываю, рассказываю, как сделать именно самодельный кондитерский гвоздик из тех материалов, да, скажем, которые здесь дома у каждого. Это фольга и наш любой, ну, картон, скажем так, плотненько для того, чтобы у нас хорошенько держался этот гвоздик. Вот, накручиваем. Я буду делать такого нежного цвета. Сейчас серединку мы припылим чуть-чуть прям красителем-распылителем, но вообще хочется такого нежного оттеночка в самом... в самих цветах, скажем так. Не хочется что-то яркое там делать. У меня еще и ранункулюсы есть. Можем сейчас ранункулюсами, да, оформлять нашу композицию. Вот, и сейчас делаю еще третий такой прям небольшой цветочек и оставлю немножечко прям массы для того, чтобы проработать зеленый цвет листву. Самое главное для цветочка нашего это что? Это создать ему красивый бутончик, красивый, с красивыми, плотно набитыми лепесточками. Поэтому здесь мы аккуратно-аккуратно прям наращиваем вот такими вот движениями и создаем, скажем так, вот такие вот лепесточки вокруг нашего бутончика. Если нам нужно раскрыть немножко лепестки у нашего цветочка, мы ставим пяточку насадки и начинаем отсаживать вот таким вот образом. Раз, раскрыли лепесточек. Два, раскрыли. Левая рука при этом у нас постоянно крутит гвоздик. Это очень важный пульт. Вот, на этом я остановлюсь. Смотрите, так как это бутончик, да, то мы можем его припылить немножко таким, ну, сделать потемнее. Для этого я беру краситель-распылитель такого светленького розового цвета и немножечко, прям немножечко припыляю, чтобы он прям нежный-нежный. Не хочется мне, чтобы он прям темный был. Но бутончики, они всегда немножечко темнее, чем сами цветочки. Поэтому я чуть-чуть прям припыляю со всех сторон. И он прям у меня такого бледно-розовенького цвета. Точно так же можно поработать и с остальными нашими цветочками. В дальнейшем, если это будут уже большие у вас цветы, то лучше всего припылять. И припылять нужно, кстати, сразу, пока у нас здесь еще влажно все. Если только вот зефир покроется корочкой, пройдет там час-два, то у вас никакие красители-распылители уже ложиться они просто-напросто не будут. Поэтому работаем только сразу. Только вот отсадили, завершили отсадку с массой, сразу припудрили все цветы в тот нужный цвет, который вам нужен. С помощью этих воспелителей мы можем добиваться 2-3 оттенка, соответственно, наши цветочки. Поэтому это большой плюс. И то, что мы можем не тратить свое время на окрашивание зефирной массы. Я сейчас прям чуть-чуть массы окрашу, для того, чтобы у меня было чуть-чуть хотя бы зелени. У меня масса там немножко осталась, но в любом случае нам нужно немножко проработать эту лесу, чтобы немножко такая, скажем, композиция наша хоть чуть-чуть ожила. Для этого я беру достаточно такой темный цвет, гелевый краситель, зеленый, и плюс его дорабатываю, добавляю туда желтый. Для чего? Для того, чтобы у меня было максимально приближено к натуральному. Даже если у вас есть покупной краситель, скажем так, зеленый, ну, естественно, они неестественного цвета. Нужно все потом дорабатывать. Поэтому я всегда в зеленый, любой, какой бы у меня ни был, я добавляю еще розовый, розовый либо же красный. Не буду делать слишком темный сегодня. Вот такой вот цвет у меня будет. Для того, чтобы мне сделать листик, мне понадобится мешок, мне понадобится гву, точнее, сами ножнички, поворачиваю мешок швом на себя и начинаю отрезать с правой и с левой стороны одинаково. Мне нужно сделать прорези для того, чтобы у меня были листики красивые. Для этого берем от шва, от начала шва, и начинаем с левой и с правой стороны прорезать. То есть, если мы хотим маленькие, да, получить их, мы где-то на 0,7 прорезаем. Если большие, то там можно сантиметр, даже полтора прорезать по сторонам. Только обязательно после того, как мы прорезали вот здесь вот мешок, мы обязательно проверяем, как все прорезалось, потому что бывает иногда, что неравномерно. И смотрим, как у нас прорезается, и приступаем сразу же к работе. Кстати, по поводу красителей-распылителей, если вам нужны они, да, для тех, кто работает именно с кремовыми, либо же с зефирными цветами, по моему промокоду вы можете приобрести их со скидкой в 500 рублей. В составе там 15 ярких, насыщенных оттенков. То есть, цветовая гамма вся очень-очень насыщенная. Поэтому, если вам нужно будет, пишите мне в личное сообщение. Я вам выдам ссылочку на сайт производителя, и вы сможете их приобрести со скидкой. Как мы вообще, в принципе, да, оформляем наши кондитерские изделия, если это у нас зефирные цветочки? Во-первых, крепим только на свежую зефирную массу всегда, потому что зефирные цветы, они достаточно у нас плотные и тяжелые. Для того, чтобы они потом не падали в процессе транспортировки, мы всегда их крепим только на свежую зефирную массу. Берем перед собой, ставим наше кондитерское изделие. Дальше. Снимаем с помощью ножниц на раскрытых ножницах. Это очень важный пункт. Снимаем их с пергамента, наши цветы, и сразу же переносим на поверхность нашего кондитерского изделия. Можно помогать себе в процессе, либо же зубочисткой, либо самими какими-то шпажками, для того, чтобы отцепить наш цветочек и установить уже на кондитерское изделие. Точно так же я беру остальные. Достаточно большие цветочки. Приподнимаю на раскрытых ножницах, снимаю, убираю. И на раскрытых же ножничках я переношу это все на поверхность нашего кондитерского изделия. Снизу можно сразу же закрепить этими же зелеными листиками, либо свежую массу изначально, скажем так, отсаживаем и только на свежую эфирную массу, потом отсаживаем вот эти вот цветочки. Дальше у нас идет бутончик. Бутончик я сейчас прикреплю рядышком, прям с вот этим вот нежненьким цветочком. И дальше у меня остаются цветочки сухие. Это цветы с белково-заварного крема. Они абсолютно сухие. Есть из зефира, есть из заварного крема. То есть этими цветочками я дальше оформлю уже. Дальше продолжу оформлять. Это такие вот манюсенькие бутончики от ранункулюсов. Тоже они очень красиво будут нежно смотреться. На что мы их крепим? Опять же на свежую зефирную массу. То есть отсаживаю немножко массы и прикрепляю там, где есть в этом необходимость. С одной стороны смотрю, где у меня не хочется, чтобы беленькие еще такие естественные были. С другой стороны, опять же, немножко зефирной массы отсаживаю. И по сторонам у меня будут находиться вот такие вот беленькие. Очень нежно, воздушно все. Скажем так, максимально реалистично. Не слишком темное, вульгарное такое, да, скажем так. Ну, вот такой у нас рулетик получается. Так как я и сказала, да, что не будем слишком делать большие цветы. Почему? Потому что я сейчас переставлю беленький вот сюда, розовый вот здесь вот у нас вот. И так, 24, 6, 8, как раз 9 цветочков. Вот, распределяю. Сразу вот этот цветочек крепим на зефирную массу. Можно здесь листики отсадить по возможности вверх. Можно как чашелистики продлить. Можно листьев сделать на поверхности самого белого рулетика. А можно все оставить, все как есть. Потому что здесь максимально все по нежному, скажем так, получилось. Разворачиваю, поворачиваю его в разные стороны. Смотрю, как мне удобно, комфортно с ним работать. И вся, как мы видим, зефирная масса у меня ушла на создание, на оформление нашего рулета. Также у меня еще остались несколько вот таких вот листиков из белково-заварного крема. Ими я оформлю несколько прямо вот здесь вот. Ну, поставлю их, скажем так, возле самых больших цветов. Вот такая вот красота у нас получается. Все это вы можете повторить дома в домашних условиях. Все достаточно просто. Никаких, скажем, ничего лишнего. Все четко и понятно, я думаю, для вас всех. Напишите мне, пожалуйста, как вам эфир вообще, понравился, не понравился. Очень буду рада видеть и слышать ваши отзывы. И давайте выбирать уже следующую тему для нашего эфира. Я обязательно опубликую у себя на страничках опрос, чему вы хотите больше всего научиться. Либо же это оформление тортов кремовыми цветами, либо мы продолжим работать именно с эфирной флористикой, оформлять все возможные кондитерские изделия. Либо мы поработаем с пряниками. В общем, вариантов много, в голове много всего. Побеждает всегда у нас зефирная флористика, все просят эфиры по зефиру. Поэтому голосуйте, кому что ближе, кому что интереснее. Смотрите, вот эти вот зефирки мы отсадили во время эфира. Вот они уже полностью стабилизировались. Здесь зефир полностью белый, но так как я добавляла туда сублимированный йогурт, йогурт вишню я добавляла. Во-первых, он придает неимоверного вкуса сливочного от того, что там есть сухой йогурт. Во-вторых, это послевкусие очень вкусное. Ну и, конечно, насыщенный вкус вишни. Немножко такой розововатый у меня получается зефир. Могу его смело уже брать руками. То есть, как я и говорю, зефир стабилизируется очень быстро. Если вы новички, не пытайтесь сразу хвататься за все и сразу. Если хотите научиться цветы делать, то только с белково-заварного крема. Вот. Ну и плюс у нас сегодня еще получились вот такие вот цветочки. Так. Опять, да, зефирная флористика, конечно. Ну, будем придумывать темы для вас интересные. Смотрите, девочки, кто только присоединился и не слышал, о чем я говорила в самом начале эфира. Сегодня я проводила эфир по вот таким вот рожкам. Серень делали. Самой обычной простой насадочкой. Здесь у нас клубничный зефир. Эфир есть на моей страничке в Инстаграм и есть на моей страничке в сообществе ВКонтакте. Поэтому переходите, смотрите, рецепт я уже опубликовала. Смотрите, как это все сделать. И для всех своих новых подписчиков, с кем мы только знакомимся, я, конечно же, дарю подарки. Я дарю подробнейший мастер-класс по зефирным рожкам сникерс, с вкуснейшей карамелью с жареным арахисом внутри. И, конечно же, мастер-класс по зефирной флористике для начинающих. Поэтому, чтобы забрать его себе, вам нужно написать мне в личное сообщение в Инстаграме слово сникерс, либо в личное сообщение в сообществе. Ссылку на свое сообщество ВКонтакте я прикреплю сейчас после эфира в описании под видео. Поэтому все смогут зайти и забрать свои подарки. Очень красивые рожки. Повторите, пожалуйста, для чего добавлялись сублимированный йогурт. Сублимированный йогурт. Это новинка от фирмы Натива Кондитер. Здесь только все натуральное в составе. В составе здесь только идет йогурт греческий, фрукты и сококонцентраты. Это у нас сублимированная как раз-таки вишня. Они работают на быстрое созревание, то есть убирают лишнюю влагу из эфира. Подходят для тех, кто же проживает во влажных регионах. Допустим, у кого вообще проблемы с эфиром. Например, либо во влажных регионах, либо в тех местах, где очень частые осадки. В наш период, если затяжные дожди, а нам нужно срочно работать, чтобы у нас побыстрее созревал зефир. Сам зефирчик созревал. Поэтому можно добавлять его. Во-первых, это очень вкусно. И во-вторых, он работает еще как вкусовые ароматизаторы. Для кремов можно добавлять, для ганошей можно добавлять. Поэтому, кто заинтересуется, для всех участников по моему промокоду, кто будет приобретать эту продукцию, для вас будет скидка на сублимированный йогурт 1000 рублей. Скидка 1000 рублей. Здесь на красителе-распылителе скидка из 15 ярких насыщенных оттенков. Скидка для тех, кто присоединяется по моему промокоду, скидка 500 рублей. Если вы захотите приобрести продукцию, это натуральные водорастворимые, либо же жирорастворимые красители, тоже от фирмы Nativa Conditer, для вас будет действовать скидка 20%. На всю продукцию промокоды разные. Поэтому, кто заинтересуется, пишите в личное сообщение. Я вам выдам ссылочку на производителя, и вы сможете приобрести их продукцию со скидкой. О всех начинающих, всех практикующих, возможно, кондитеров я, конечно же, приглашаю на свои авторские обучающие курсы по кремовой, по зефирной, а также по пряничной флористике. Курсов, уроков очень много. На любой выбор вкус есть курсами. Есть, можно приобретать небольшими видеоуроками, мастер-классами, особенно это касается для новичков, кто боится еще прикоснуться к этому чудесному миру цветов. Поэтому можно приобретать отдельно от курса некоторые видеоуроки. Ну, а я вас хочу познакомить с самым объемным, самым красивым, самым востребованным, и, конечно же, курсом, на котором можно зарабатывать и выходить на стабильный уровень доходов. Это, конечно же, курс зефирная флористика. Это самый большой и объемный курс, где я обучаю и кремовые одновременно флористики, и зефирные флористики. И также вы научитесь создавать и готовить очень много разных вкусов натурального зефира из натуральных фруктов и ягод, и радовать своих родных и близких этими продуктами. Поэтому, кто заинтересуется, в течение 24 часов я для всех сделаю скидку на курс. Вы сможете по промокоду ЛЕТО присоединиться к обучению всего лишь за 3500 рублей. Просто невероятное количество обучающего материала. Вам там просто на целый год хватит этого всего изучать. Уже загрузила видеоуроки именно на курс зефирная флористика по выравниванию и оформлению тортов кремовыми цветами. То есть, пока вы учитесь делать цветы из крема, вам нужно куда-то их девать. Поэтому вы можете печь торты и оформлять свои изделия все кондитерскими, кремовыми цветами. Как только научитесь готовить уже, точнее делать цветы из крема, вы можете смело перейти уже на зефирную массу. Как вы видите, зефирная масса застывает быстро, с ней нужно работать моментально. Поэтому, если научитесь делать цветы из крема, вы потом хоть с закрытыми глазами можете это все повторять из зефирной массы. В чем преимущество этого курса? Очень много видеоуроков по сборке, оформлению именно зефирных букетов, а также корзин разными способами. Я обучаю девочек это делать. Очень много обучающего материала именно по цветам. Цветы все абсолютно разные. Все, что вы увидите в программе обучения, я сейчас прикреплю пост отдельный. Либо можно посмотреть у меня на страничках, вся актуальная информация по курсам. Посмотрите программу обучения, сколько там цветов у нас на курсе, сколько разных вкусов зефира. Кто захочет, присоединяйтесь, будем работать. Так, уроки останутся навсегда. Смотрите, доступ постоянный. Все видеоуроки вы можете скачать себе на устройство. Так они останутся у вас навсегда. То есть доступ постоянный. Вы не привязаны к каким-то жестким графикам. Захотели хоть сто раз сегодня открыли, посмотрели, научились, потренировались и сделали свои наконец-то цветы. Девочки из курса очень даже хорошо зарабатывают. Очень и заказов много. И у нас впереди, как вы понимаете, самые такие объемные масштабные праздники. Это последние звонки, конечно же, выпускные. Мы уже движемся к ним. Нам нужно уже выставлять линейку своей продукции, чтобы все наши клиенты ознакомились, что мы можем им предложить. Поэтому зефирная флористика – это невероятно увлекательное занятие. Ну и, конечно же, очень интересное и прибыльное, кто захочет выйти именно на достойный уровень доходов. Если вы только для себя, то же можно, так как там очень много собранных видеоуроков по всевозможным разным вкусам. И вы можете работать и делать подарочки для своих родных и близких. Что у нас будет на курсе? Сейчас вам примерно покажу несколько вариантов тех работ, которые мы прорабатываем. Эти все букеты, эти все цветы уже есть на обучении. Поэтому, присоединившись, вы можете открывать уже любой видеоурок и пытаться это все повторить. Очень большое внимание я уделяю на курсе пионам. Пионы, чтобы были реалистичные и махровые, и полумахровые, и не махровые. Все эти букеты, которые вы видите перед собой, это все проработано с курса. Очень много информации по тюльпанам. По тюльпанам можно приобрести отдельно мастер-классы. То есть, если вы хотите обучиться именно тюльпанам. Но на тюльпанах там будут еще и ирисы, сирень у нас будет, зефирная, и плюс нарциссы. Нарциссы, ирисы, сирень, тюльпан. Да, 4 цветка у нас. А, еще мускари будут. Отдельно можно от курса приобрести за 1700 рублей. Вот такие у нас пионы. Также на курсе у нас идут рожки с начинкой внутри, с цветами. Очень тоже красиво. Я показываю, как это все упаковать. Отдельно от курса можно приобрести корзину с зефирными цветами. То есть, не приобретать, а просто большим, огромным курсом. А приобретать можно отдельными видеоуроками. Стоимость видеоурока по корзине с вот этими вот цветами. С лилиями, герберами, розами, ромашковидной, хоризонтеме и гортензии 1500 рублей. То есть, ну, все уроки можно. Я их разделяю, кому удобнее, кому интереснее. И их можно приобретать отдельно от курса. Точно так же отдельно от курса зефирная флористика можно приобрести зефирный торт, шляпная коробка. Полностью торт выровнен и оформлен зефиром. Стоимость всего лишь 900 рублей. Ну, он входит в стоимость вообще в обучение по зефирной флористике. Но его можно, как вы понимаете, приобрести отдельно всего лишь за 900 рублей. Что у нас в начинке? Это лаймовый зефир, начинка с черной смородины и мятный бисквит. Очень вкусный, освежающий такой летний вариант. Плюс все цветы, что в программе это калы, розы остина, ранункулюсы и гортензии. Это вы все научитесь делать на этом мастер-классе. Ну и, конечно же, как я сказала, большое внимание уделяю это тюльпанам. Без тюльпанов никуда. На самом деле тюльпаны это самые востребованные, часто запрашиваем букеты и цветы. На них можно очень даже хорошо зарабатывать. Делать их несложно. Там нужно знать всего лишь несколько нюансов. Отдельно курс по зефирным тюльпанам можно приобрести. Отдельно я имею ввиду от большого курса. За 1700 рублей. Там у вас будет 4 вида цветка, я сказала, весенних. И плюс оформление. Дальше, по поводу того, что не все у нас любят именно зефирную флористику. Не все увлекаются. Я вас приглашаю на свои обучающие мастер-классы по кремовой флористике. У меня есть два огромнейших, объемнейших курса по цветам. По выпечке тортов, по выпечке рулетов. И, конечно же, по оформлению этих изделий кондитерских цветами. С какими кремами работаем? Два видеоурока по белково-заварным кремам и плюс заварной крем на сгущенном молоке. Эти цветы из заварного крема на сгущенном молоке можно замораживать и хранить в морозилке до месяца. Поэтому в чем преимущество? В том, что мы можем заранее делать наши цветочки и потом, когда у нас будет возможность, когда у нас есть заказы, оформлять этими замороженными цветами наши кондитерские изделия. Все, что вы видите перед собой, это все проработано на курсе кремовая флористика. Подробнее ознакомиться с программой обучения пишите в личное сообщение. Вам выдам программу обучения. Вы ознакомитесь, опять же, с работами. Стоимость обучения всего лишь 2300 рублей. По промокоду ЛЕТО вы можете присоединиться в течение 24 часов вместо 3500. Курсы объемные. На курсах очень много информации, особенно для тех, кто совсем-совсем прям хочет научиться делать эти цветы и вообще зарабатывать на этом. На курсе у нас есть 5 видеоуроков по рулетам. Это и медовый с сырно-сметанным кремом, с вишней, то есть очень вкусные рулеты. Все вот это, что вы видите перед собой, все проработано, отработано. Все оформление, то есть вы все точно так же можете повторять. Это все видеоуроки по этим тортам. Цветов там очень много. Самые-самые такие востребованные в нашем кондитерском мире. Это, конечно, и ранункулюсы, и лилии, и розы, и жасмин. В общем, цветов очень-очень много. Хризантемы, полностью все оформление. Работаем с ганашом, работаем с крем-чизом, выравнивание, выравнивание белково-заварным кремом, оформление рулетов. У нас на курсе 2 видеоурока по торту пню. Оформление. Есть такой осенний вариант. Торт пень перевернутый там с георгинами, с астрами. Это более такой весенний вариант с тюльпанами. И плюс вот это вот все, что вы видите, это все находится на курсе «Кремовая флористика». Стоимость обучения, еще раз повторюсь, 2300 рублей за два огромнейших полноценных курса. Кому будет интересно, присоединяйтесь. Вся актуальная информация есть у меня во всех моих соцсетях, поэтому вы можете присоединиться, ознакомиться. И еще очень огромный курс и очень популярный – это пряники и пряничная картина. Сейчас расскажу вам про полный курс. Это у нас пряничная флористика. Что сюда входит на курс? Во-первых, это 3 видеоурока по сборке пряничных цветов. Очень увлекательное занятие. Очень хорошо продаются именно пряничные цветы. Я и на ярмарках очень много лет участвовала, продавала. Вообще, это очень низкие в себе стоимости продукты, сами пряники. Но благодаря им можно выйти на достойный доход. И самое главное преимущество в том, что их можно хранить очень долго. По моим рецептам у меня есть рецептуры сроком годности до 6 месяцев, а также до 3 месяцев. Вы научитесь создавать, во-первых, вот эти вот все цветы – летний и весенний букет. Здесь и георгины, и хризантемы, и лилии вогнутые, и люпины. Дальше у нас еще есть дельфиниум. В общем, цветов там очень много – калы, ромашки, и анемоны. И плюс, самое главное преимущество нашего курса – есть пряничная картина. Их берут в качестве подарка, либо как дополнение к подарку. Это огромные пряники до 20-25 сантиметров в диаметре вообще. Люблю на них работать, именно на больших композициях. И там мы работаем в технике барельеф, делаем вот такие вот цветы. Информации там тоже очень много. Во-первых, это три видеоурока по рецептам пряничным я даю. Дальше на курсе по пряничным картинам работаем с белково-заварным кремом айсингом. Айсинг для цветов обычный, базовый даю. И мы работаем там с вот такими вот картинами, с вот такими вот пряничками, которые можно очень красиво упаковать в коробочки презентабельные. И очень хорошо на тематические праздники это все, конечно же, продается. Вот такие вот работы. Все очень максимально реалистично, все подробно. Поэтому у меня даже самые девочки начинающие-начинающие, даже кто вообще боялся когда-то, никогда не сталкивались с айсингом, у них очень даже хорошие работы. Ну, понятное дело, кто у нас, у кого есть желание, у тех обязательно все получится. Вот такие вот у нас пряники, вот такая вот корзина у нас на прянике, объемная. Там объем просто зашкаливает с цветами из белково-заварного крема. Он сохнет у нас при комнатной температуре. Это у нас пряник проработан без насадок. То есть вариантов оформления очень много. Если будет интерес, если будет желание, стоимость обучения на курсе пряничная флористика 1800 рублей. Это полный курс вместе с букетами. Для тех, кто хочет, допустим, попробовать для себя, допустим, вы никогда не работали, возможно, вы просто боитесь, справитесь, нет. Отдельно от большущего курса пряничная флористика вы можете приобрести отдельно вот эти вот картины. Всего лишь за 850 рублей за 10 полноценных видео уроков, которые очень-очень максимально подробные, поэтому справляются даже новички. Поэтому кому будет интересно, присоединяйтесь. Будем работать, будем учиться. Приглашаю вас в свой телеграм-канал. Активная ссылка есть у меня в актуальных сторис. Либо же присоединяйтесь по ссылочке, точно так же, как я подписана в инстаграме, в поисковике. Находите через собачку. Это мой телеграм-канал, чтобы не пропустить все важные новости, чтобы не пропустить эфиры. Эфиров очень много. Я их по возможности стараюсь все скачать, чтобы у всех была возможность посмотреть. Потому что в одного нету ВК, у второго нету Инстаграм, не работает, а в третий не хочет заводить себе телеграм. Поэтому сидит где-то ВКонтакте, ему это удобно. Поэтому все свои эфиры я раскидываю по всем соцсетям, чтобы всем было интересно, у всех была возможность научиться. Поэтому кто хочет присоединяйтесь, в течение суток для вас будет действовать промокод летом, по которому вы можете присоединиться к обучению по скидочке. Кто у нас пропустил эфиры, не знаю, чем мы сегодня здесь занимались. Мы с вами готовили яблочный зефир, поработали с сублимированным йогуртом вишней, добавила его у нас, получилось такое вот количество завитков, и плюс я оформила рулет вот такими вот цветочками. Получилась вот такая вот нежность у нас. Кто хочет получить от меня подарок, я сейчас в описании под эфиром пропишу, как получить от меня рецепт зефирных рожков сникерс. Не только рецепт, а там полноценный видеоурок плюс мастер-класс зефирная флористика. Это все я пропишу сейчас в личных сообщениях, и вы можете забрать себе этот видеоурок. Ну что, девочки, если есть вопросы, задавайте, сейчас еще посмотрю, буду отвечать на них.